Здравствуйте! Солнечное утро, как всегда, с минусовой температурой. Но солнышко пригревает и не тает, и с деревьев капает вода. Полегли листья ириса, и полностью облетел мой любимый дикий виноград, оставив на прощание замечательного цвета грозди, к сожалению, несъедобных ягод. А вчера солнышко так и не показалось. Но, тем не менее, все три волнения посещения почтового отделения, где нам удалось с Виктором побывать, мы компенсировали взаимным общением. Приехали, он бросил машину напротив моего дома, я достала бутылочку домашнего венца, и мы замечательно устроили с поднавесом любую с цветами. Болтали обо всем. Дело в том, что мы, друзья, и полагаю, что порой весьма смущаем наших односельчан, когда народ, собравшись в ожидании автолавки, созерцает машину, из которой выпрыгивает Виктор, внезапно подъехав, и мы начинаем обниматься и целоваться, несмотря на странные взгляды деревенских жителей. Потому что нам глубоко наплевать, кто что подумает, поскольку у нас замечательные отношения. Мы, братья, по разуму. А болтали мы вчера обо всем. О достоинствах и недостатках мягкой кровли и металлической. Я подумала, что мне предстоит перечитать Джека Лондона «Любовь к жизни», потому что Виктор меня застыдил. Я не помнила уже очень многих эпизодов этого произведения. Говорили про сельскохозяйственные работы, строили планы на будущее лето, включая рыбалку и стройку. Обсуждали достоинства своих внуков. Ведь дед, как и я. Кстати, этот мальчишка всего на три месяца младше меня, но это даёт мне повод хихикать над ним, потому что всё-таки он младше. Ну и у нас в этом году, у обоих юбилей. Как же мы смеёмся по поводу того, что 60 лет – это какой-то критический возраст. Я вас умоляю, ребята. Мы ещё молодым фору дадим. Ну, в конце концов, закоченели. Витька внезапно вспомнила, что обещала перепахать своему родственнику поле мотоблоком, а я решила устроить себе выходной. Приняла душ, смыв себя в буквальном смысле слова, всё это забота и треволнение прошедшего дня и с удовольствием посмотрела интересную фантастику по телефону. Да, вчерашний день прошёл, и начинается новый. А самое приятное то, что вот в такую замечательную погоду мне предстоит бежать в лес. Я же пообещала витьки в оружки. Ну, конечно, без деревянного сувенира он вчера не остался, потому что мне было дико неловко, что я отняла у него столько времени. Но лес манит, грибы зовут, хотя ещё неизвестно, что я там обнаружил. Итак, хватаю корзинку и, как всегда, стартую. Вот мы на пути к лесу бредём по знакомой дорожке. Но не могу не любоваться тем, что меня окружает. Я два дня не была в лесу. Боги, как это долго! А между тем кроны деревьев совершенно изменили свой цвет. Наступает по-настоящему золотая осень. О, какой же ковёр листьев ждёт меня под ветками деревьев в лесу! Ну, а здесь в тени ещё лежит иней, но все травинки усеяны капельками влаги. Солнышко пригревает, и хотя на улице сейчас всего лишь плюс один, на солнце уже становится жарковато. Боги, какая красота! И как здесь здорово! Интересно, что ж бред меня в лесу. Ну, для того, чтобы узнать, надо туда сначала зайти. Чем ближе к лесу подходим, тем прекраснее становятся деревья. Да, это уже крупный план. Темнеют ёлки, желтеют берёзки, а осень здесь маловато. Ну, надеюсь, мне сегодня ярко-оранжевый или красный попадётся. Почему-то их гораздо меньше, чем зелёных или жёлтых. Жёлтыми скоро станут многие, а вот красный у нас редкость. И как играет роса на мятлике? Вот они, бриллианты. Нет, камни штука хорошая, но и вот такое искромётное чудо тоже всегда приятно созерцать. Ну, а грибочки начали попадаться. Помимо мухоморов, уже обнаружила несколько подосиновиков, парочку беленьких. Посмотрим, что будет дальше. Лес ещё впереди. И нам туда сейчас предстоит зайти. Оттаивший ильей капает на голову. Мне сегодня даже шапку пришло садить. Я уже вся мокрая вдрызг. Ну, ничего. Одежда соответствует той ситуации, в которую я попадаю. И я об этом забочусь обычно заранее. Да, лес не перестаёт удивлять своей щедростью. Забрели достаточно далеко. И тут, около болотца, я внезапно обнаружила три подосиновичка. Первый, второй, третий. Вот такой. Да, если он окажется чистым, то займёт треть моей корзины. Ну что ж, попробуем отпрепарировать. Кинжал. Самой ужасно интересно. Да, он чист. А теперь придётся топать за мои ворушечные плантации почти с полной корзинкой. Планировала всё немножко иначе. Но, хвала Лешему. Он ещё не заснул. Это случится только 17 октября. И он продолжает осыпать меня своими великолепными дарами. Так же, как и погода. Как я долго ждала такого замечательного дня. Вот он и настал. Мшистый еловый лес. Деревья поднимаются, как колонны. И словно свет в конце туннеля сверкает лучи солнышка. Ну, а поганочек здесь, видимо-невидимо, одна другой краше. Только вот ворушки, за которыми я сюда отправилась, достаточно устарели. Ну, чем не кашпо. И явно это место здорово посещают кабаны. Ну вот, всё перекопано, как обычно. А шли мы сюда по лосиной траве, где были отпечатаны совсем свежие копытцы. Но Аська порхает. В лесу тишина. Даже Радик никого не облаивает. И пока собаки спокойны, мне не о чем тревожиться. Ну что ж, продолжим обход и полюбуемся на лесок. Лесок, к сожалению, оказался скуден на грибочке. И мы возвращаемся к опушке по старой лесной просеке. Какая же здесь красота. Солнце сияет сквозь листья орешника. Краснеют, как всегда, великолепные мухоморчики. И ещё не пожелтел папоротник. Ну вот, свинушка на пенёчке. Великолепно смотрится среди ярко-зелёного мха. А несмотря на то, что мои ожидания относительно посещенного места не оправдались, прямо рядом с дорогой меня встретило очаровательное берёзовое бревно. Всё усыпанное варушечками. Да, я выполнил своё обещание. Данные Виктору. Ну а что до километража, который дал, привелось намотать. Но ведь никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Надо браться за ножик. Ну, уже около опушки. Всё время неохота уходить из леса, тем более в такую прекрасную погоду. Но пора, уже пора. А здесь, я смотрю, за моё отсутствие так же плютовали кабаны. Перерыли негодяи весь лес. Что-то им не имён ценыча. Ну, у меня остался последний финишный пень. Молоденькие грибочки под названием летний опёнок или варушки, которые обещала принести Витьке. Он местный выроженец и, как и всё население нашей деревни, душиничает в этих душистых грибах. Из них получается отменный супчик. А Виктор типичный гурме. И он просто не может себе отказать в удовольствии воспользоваться теми дарами леса, которые я могу сегодня ему доставить. Как же красиво вокруг. И как неохота домой. Но пора. Пора браться за дело. Вернулась домой. Сняла Витра цветов, которые попыталась спасти от заморозков. И вроде бы они ещё живы и благоденствуют. В дальнейшие дни обещают с более тёплой температурой. Надеюсь, что всё это меня порадует ещё не один день. Покормила собак. И теперь надо направляться на другой край деревни. Делиться добычей. Обещанной добычей. Эх, такой денёк пройтись. Это просто великолепно. Полюбоваться на цветы, деревья и посмотреть, чем занимается местное население. Да, народ пашет, рубит, колет. Занимается дизайном своего участка. Подстригая калинку. Ну, тут ничего не пропадёт. Виктор эти ягодки любит. А второй Виктор занимается с лопатой. Ну, а мы решили выкурить по сигареточке и я побегу домой. Потому что надо брать лопату и перекапывать огородик. Судя по звукам и мотоблокам, этим сегодня занимается вся деревня. А вот летят паутинки. Баби и лето. Причём, какие длиннющие. Они цепляли всю дорогу, пока я шла по пулю. Да, погода замечательная. И крыша получилась великолепная. Слушай, я восхищаюсь своей крышей. Даже вот этот бордюрчик, он как будто бы так и был задуман. Я могу сказать сразу, была ночь, я устал, был нетрезвый. И, знаешь, и уже не глядя, просто вот что-то старый конь борозды не испортит. А? Рогатка. Не, рогатка у меня есть. Куда? На солнышко. Вперёд. На солнышко. Так, ладно. Небольшое совещание, и я удаляюсь к лопате. Ну, скажем прямо, совещание было достаточно продолжительным, где-то на протяжении около часа. Но сейчас я уже готова к тому, чтобы приступить к творческим изысканиям у себя на огороде. Да, в такую погоду погреться на солнышке да ещё с лопаточкой это просто наслаждение. Ну, а впереди замечательный закат, прогулка с понькой и, естественно, печка, в которой надо сушить грибы. А уж до заката то надеюсь, что он будет таким же замечательным, как и незадолго до этого дня. Как у поительного России вечера. Обычно эти слова относят к тому летнему закату, который благоухает липой, но, уверяю вас, и в осени есть особое очарование. Закончен шеботной денёк, когда пришлось многое сделать, и сейчас я любуюсь на закат, на уходящее солнце, ощущаю осеннюю прохладу, погуливая собак, и, честно говоря, более прекрасного я ещё в жизни не видела никогда. Нет, но бывают вот такие моменты, когда просто хочется смотреть не отрываясь, любоваться, и теперь уже делиться, делиться этим со всеми, потому что меня радует всё, что огня окружает, и я хочу, чтобы всё это разделили вместе со мной те люди, которые смотрят мои видео. Но, ребята, это же классно. Вот такой шикарный закат после долгих затяжных дождей. Как здорово! Эх, деревенька, красотища, лучше не придумаешь. Но, тем не менее, пора прощаться, завтра ждут новые дела, не знаю ещё, что состоится, но, тем не менее, всё будет замечательно, как обычно. Так это великолепное вечернее небо, которое меня поглощает. Всем всего хорошего! Увидимся завтра. Ну, а пока до свидания! Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok